Об успехах не громко в полголоса, о проблемах без купюр и с надеждой на их устранение. Впервые за последние годы коллегия регионального Минспорта по отзывам ее участников прошла в рамках конструктивного диалога. Конечно, один из главных вопросов обсуждения – финансовый в целом и реализация календаря спортивных мероприятий в частности. Есть уверенность в том, что катаклизмов в качестве перераспределения финансирования, сегодня было об этом отдельно сказано, не будет происходить. Мы, как руководители федерации, как руководители подвесных учреждений, с оптимизмом смотрим именно на эту позицию Министерства спорта, когда четко обозначенное финансирование, пусть оно недостаточное, но оно четко обозначено, и в рамках этого мы и будем работать. Нынешняя коллегия первая под руководством Николая Цуканова. Его стаж на посту Министра физкультуры и спорта – полгода. В его докладе об итогах 2018-го не только положительные моменты, но и проблемные поля. Больше всего волнует провал реализации мероприятий по возрождению комплекса ГТО и слабая спортивная инфраструктура в муниципальных образованиях. Надо охватывать сейчас все больше и больше людей, заведующих в спорт. Если мы говорим о городских центрах, то много у нас всего уже и построено достаточно. А вот во многих, скажем, селах, ну вообще ничего нет. Тем не менее, между Министерством спорта и спортивной общественностью последние полгода отмечают участники коллегии стало больше взаимопонимания. Объединившись на площадке Олимпийского совета Ульяновской области, общественники под брендом «Стратегия развития спорта Ульяновской области» уже не только обозначили 15 первоочадных задач для решения, но и ринулись их выполнять. Я могу сказать, что процентов на 30 проблемы решены, но процентов на 50 не решены, а где-то процентов, может, 20-30 в стадии решения. То есть, как бы движение к лучшему есть. Три часа продолжалась коллегия Минспорта. На ней не только подвели итоги работы за прошлый год, но и наметили планы на будущее. А короткая церемония вручения семерым атлетам значков и дострения мастеров спорта России как добрый знак того, что ульянский спорт все же не стоит на месте, а движется вперед. Михаил Арсашанский. Новость Ульянской правды. Новость Ульянской правды.